Сколько человек пострадало от доносов Ольги Бондаревой? Недавно скончался художник и политзаключенный Олесь Пушкин. А в тюрьму он попал по доносу Бондаревой. Та увидела в его работах реабилитацию на... К сожалению, Олесь не единственный пострадавший от доносов про российской активистки. Сейчас за решеткой находится журналист Павел Можейко. Он был задержан по той же статье, что и Олесь Пушкин. Полтора года колонии после доноса Бондаревой получил Вадим Плавский. Мужчину наказали за белые ленточки на ограждении. Василий Пилец сделал Бондаревой замечание, когда та закрашивала БЧБ флаг. Пельцу дали год химии. Экскурсовод Игорь Хмара задел активистку экскурсиями на белорусском языке и другим взглядом на историю. Как итог, два с половиной года домашней химии. Еще от доносов Бондаревой пострадали экс-депутат Елена Анисим, священник Дионисий Коростелев, директор турфирмы «Виаполь» Галина Потаева и целый ряд литераторов, организаций, музеев, памятников, праздников и даже географические названия на белорусской латинке.